В новогоднее волшебство верят дети всех национальностей. Интердом собрал воспитанников, чтобы поздравить с Новым Годом. Несмотря на то, что ребята из разных стран, праздник здесь всегда отмечали исключительно по русским традициям. Первый день года это был русский праздник, и его отмечали всегда в русских народных традициях. То есть и наш Дед Мороз, а не Санта-Клаус, и наша Снегурочка, и обязательно Баблига. Вот столько лет прошло, более 80 лет, а с нами Дед Мороз и Снегурочка. Вообще надо сказать, дети, они ожидают чуда. Для них это самое главное в жизни. А Новый Год это как раз праздник чуда. В гости к малышам пришли Дед Морозов со Снегурочкой. Зимний волшебник принес ребятам подарки, но праздник внезапно испортил злой Кощей. Он заморозил Деда Мороза и его внучку. Однако интердомовцам удалось победить злые чары. Ребята пели веселые песни и зажигательно танцевали. Перед дружной детворой рухнуло злое королевство. Дед Мороз оттаял и был готов выслушать самые заветные желания. Я хочу, чтобы я хорошо училась, вела себя хорошо и интересную игрушку. Я лего-самолет. А я пультер машинам. Наверное, больше остальных ждали новогодних праздников ребята из Ингушетии. Новогодние каникулы они проведут на родине. Я поеду в Ингушетию, на родину. Отпразднув Новый Год. А кто там? Родителям, мамам, дядям, бабушкам. Баранин есть, я не знаю. Накрываем, ну, насколько так праздновать все вместе. Новый Год тем и хорош. Неважно, в какой стране ты его встречаешь. Главное, чтобы рядом были близкие люди. А в воздухе витало немного волшебства. Наталья Гутарина, Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.